Товарищи слушатели, мы, я так кажется, в прошлом году с вами изучали лекции, которые прочитал его официальность Сталин в университете Свердлова. Это лекции об основах ленинизма, помните, да? Там целый ряд положений, содержащих, что такое ленинизм и в чем ее суть. И в 26-м году, в 26-м году к этим вопросам, которые были раскрыты Сталином в лекциях, он вернулся. Я думаю, что, почему? Потому что вы слышали из истории, что после смерти Ленина в партию был объявлен ленинский призыв. Пришло очень много молодых членов партии, конечно, теоретически недостаточно хорошо подкованных. И вот возникла необходимость, не только вот эти лекции, которые он прочитал, он издал брошюру с теми лекциями, которые он прочитал в 24-м году. Брошюра сразу после чтения лекции уже вышла в мае 24-го года и была названа «О ленине и ленинизме». То есть те лекции, которые мы с вами изучали в прошлом году. И в 26-м году он еще выпустил целый ряд статей, тоже оформил их брошюру и назвал эту брошюру «К вопросам ленинизма». Это, значит, как бы работа, содержит 6-7 даже глав. И вашему вниманию будет предложено, что содержит эта брошюра «К вопросам ленинизма» и какие вопросы перед молодыми, скорее всего, коммунистами рассматривал Иосиф Истеренович Сталин. И вот первая глава этой работы «К вопросам ленинизма» Сталин названа так «Определение ленинизма». Почему он ее так назвал? Потому что он сразу ссылается на брошюру «Опосновок ленинизма» в 24-м году и говорит, что там им дано определение ленинизма, получившее, как он говорит, права гражданства. И говорит, это определение данное в основах ленинизма гласит «Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции, а точнее ленинизм есть теория и практика пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности». То есть ленинизм непосредственно связан с пролетарской революцией, согласно этой формулировке, которая дана была Иосифом Истереновичем, и непосредственно связана с диктатурой пролетариата. И он говорит, далее приведя вот эту формулировку, это определение, правильно ли это определение и отвечает на свой вопрос. Оно правильно, во-первых, потому что правильно указывает на исторические корни ленинизма, характеризуя его как марксизм эпохи империализма, в противовес некоторым критикам Ленина, неправильно думающим, что ленинизм возник после империалистической войны. Оно правильно, во-вторых, потому что правильно отмечает международный характер ленинизма, в противовес социал-демократии, считающей ленинизм применимым лишь в национально-русской обстановке. И оно правильно, в-третьих, потому что правильно отмечает органическую связь ленинизма с учением Маркса, характеризуя его как марксизм эпохи империализма, в противовес некоторым критикам ленинизма, считающим его не дальнейшим развитием марксизма, а лишь восстановлением марксизма и применением его к русской действительности. Вот так расшифровывают ту формулировку, которая им была дана в брошюре об основах ленинизма. И далее говорит, что тем не менее, в нашей партии имеются, оказывается, лица, считающие необходимым определить ленинизм несколько иначе, то есть дать иную формулировку. Вот, например, Зиновьев, говорит Иосиф Федорович, думает, что ленинизм есть марксизм эпохи империалистических войн и мировой революции, непосредственно начавшейся в стране, где преобладает крестьянство. И говорит на эту формулировку Зиновьева, что что значит вводить в определение ленинизма отсталость России и ее крестьянский характер. Это значит превращать ленинизм из интернационального пролетарского учения в продукт российской самобытности. Это значит играть на руку Бауэру и Каутскому, отрицающим пригодность ленинизма для других стран, капиталистически более развитых. И говорит далее. Разве ленинизм не есть обобщение опыта революционного движения всех стран? Разве основы теории и тактики ленинизма непригодны, необязательны для пролетарских партий всех стран? Разве ленин был неправ, говоря, что большевизм годится как образец тактики для всех? Разве ленин был неправ, говоря о международном значении советской власти и основ большевистской теории и тактики? Разве неправильно, например, следующие слова Ленина? В России диктатура пролетариата неизбежно должна отличаться некоторыми особенностями по сравнению с передовыми странами, вследствие очень большой отсталости и мелкобуржуазности нашей страны. Но основные силы и основные формы общественного хозяйства в России те же, как и в любой капиталистической стране. Так что особенности эти могут касаться только не самого главного. Вот такую цитату Ленина он приводит. И завершает первую главу такой мыслью. Но если все это верно, не следует ли из этого, что определение ленинизма, данное Зиновьевым, не может быть признано правильным? Ну я думаю, что вот это определение, которое он рассмотрел в первой главе, оно очень применимо и для настоящего времени. Если вдуматься, то без пролетарской революции, без диктатуры пролетариата, никакого свержения империализма невозможно. Вот что сказано было в первой главе этой работы. Если вопросов нет, перейдем ко второй. Есть маленькое замучение. Я бы туда, наверное, еще добавил очень интересную работу Ленина. Империализм и империапритицизм. Это как бы сугубо философская работа. А философия, извините, она применима ко всем странам мира. И уж забывать об этой работе и философские труды выводить. Но он в своей статье, конечно, не стал перечислять все значимые работы, но те, которые он назвал, и он же назвал наиболее значимые, и так далее. То есть он, видимо, имел в виду и другие работы, которые имеют значение теоретическое и настоящее время, и практические советы для нынешних коммунистов. Я так думаю. Ну, в принципе, да. И просто к тому, что философия, она как бы общая в принципе для всех. Ну да. Ты же вообще ничего не скажешь. Это чисто философская работа. Ну да, та чисто философская. Но она очень большая. Целый тон занимает ее. Очень большая работа. Так, ну что, переходим ко второй главе. Вторую главу Иосиф Иосиф Иосифович назвал так. Главное в ленинизме. И опять ссылается на брошюру об основах ленинизма. И говорит, в этой брошюре сказано, иные думают, что основное в ленинизме крестьянский вопрос, что исходным пунктом ленинизма является вопрос о крестьянстве, его роли, его удельном весе. Это совершенно неверно. Основным вопросом в ленинизме, его отправным пунктом является не крестьянский вопрос, а вопрос о диктатуре пролетариата. Об условиях ее завоевания, об условиях ее укрепления. Крестьянский вопрос, как вопрос о союзнике пролетариата в его борьбе за власть, является вопросом производным. Вот такой, значит, вывод приводит Иосиф Иосиф Иосифович, который был сделан в брошюре об основах ленинизма. И опять же задаю вопрос, правильно ли это положение. Это положение целиком вытекает из определения ленинизма. Если ленинизм есть теория и практика пролетарской революции, а основным содержанием пролетарской революции является диктатура пролетариата, то ясно, что главное в ленинизме состоит в вопросе о диктатуре пролетариата, в разработке этого вопроса, в обосновании и конкретизации этого вопроса. И далее говорит Иосиф Иосиф Иосифович, правильен ли тезис Ленина о том, что диктатура пролетариата является коренным содержанием пролетарской революции? Безусловно, правильен. Правильен ли тезис о том, что ленинизм есть теория и практика пролетарской революции? Я думаю, что правильен. Но что же из этого следует? А из этого следует то, что основным вопросом ленинизма, его отправным пунктом, его фундаментом является вопрос о диктатуре пролетариата. Разве не верно, что вопрос об империализме, вопрос о скачкообразном характере развития империализма, вопрос о победе социализма в одной стране, вопрос о государстве пролетариата, вопрос о советской форме этого государства, вопрос о роли партии в системе диктатуры пролетариата, вопрос о путях строительства социализма. что все эти вопросы разработаны именно Лениным. Разве это не верно, что эти именно вопросы и составляют основу, фундамент идеи диктатуры пролетариата? Разве это не верно, что без разработки этих основных вопросов, разработка крестьянского вопроса с точки зрения диктатуры пролетариата была бы немыслима? Вот так он подтверждает то положение, что основным вопросом в ленинизме является вопрос о диктатуре пролетариата. И далее, здесь же, вот после таких выводов, сделанных Сталиным, он говорит, как бы заключение этой, опять же, второй главы. Ленин не был бы величайшим пролетарским идеологом, каким он несомненно является. Он был бы простым христианским философом, каким его нередко рисуют заграничные литературные обыватели, если бы он вел разработку христианского вопроса не на базе теории и тактики диктатуры пролетариата, а помимо этой базы, вне этой базы. И заявляет, одно из двух, либо крестьянский вопрос является главным в ленинизме, и тогда ленинизм не пригоден, не обязателен для стран капиталистически развитых, для стран, не являющихся крестьянскими странами, либо главным в ленинизме является диктатура пролетариата, и тогда ленинизм является интернациональным учением пролетарии всех стран, пригодным и обязательным для всех без исключения стран, в том числе и для капиталистически развитых. Вот на этой мысли он заканчивает вторую главу, что главное в ленинизме. Ну я думаю, что главное в ленинизме, что главное в ленинизме, это диктатура пролетариата, этот вопрос остается актуальным для нас и сегодня. Ну это вот еще глава впереди, я бы тут скорее сказал, смотрите, работа 1926 года, то есть это до коллективизации, и крестьянство фактически в тот момент еще живет как при царе Горохе. Да, 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 еще не объединено никак. Ну партии нету, да, но примерно то же самое. Об этом он в дальнейшем в этой брошюре будет говорить, будет говорить о необходимости, о кооперации и так далее. Это будет сказано, пока он как бы основы раскрывает, в чем суть ленинизма, для чего он нужен и какое он имеет значение для стран, где существует пока диктатура буржуазии, диктатура капитала и как, и что для пролетариата важно, что свергнуть диктатуру капитала и установить диктатуру пролетариата. Вот именно на этой мысли он сосредоточит пока что внимание читателей или слушателей. Я просто почему вот это хотел поставить, что это не советские подхозники еще, это именно христианство. Да, 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 это еще единоличное христианство, еще никакого объединения к 1926 году не было. Только в 1929 году было принято решение о начале коллективизации, а фактически оно началось только в 1930 году. Да, но земли уже все нас дали. Да, уже земли были экспроприированы, да, конечно, у всех, у помещиков, у церкви, у царя и прочих владельцев, все были переданы во владение государства, но были переданы в аренду христианству. Вот, были все переданы христианству в аренду, но объединения христианства пока, конечно, в 1926 году еще не было. Вот, что по второй главе. Еще что? Переходим к третьей, да? Это самое вкусное. Третью главу Иосиф Фестеринович назвал так, вопрос о перманентной, он взял в кавычки слово перманентной, революции. То есть вопрос о перманентной революции. Он уже тогда остро стоял, в 1926 году. И опять же ссылается на свою брошюру. В брошюре об основах леонизма теория перманентной революции расценивается как теория недооценки роли крестьянства. То есть опять же на предыдущую брошюру 1926 года он ссылается. Там сказано, Ленин воевал, стало быть, со сторонниками перманентной, в кавычках, революции, не из-за вопроса о непрерывности. Ибо Ленин сам стоял на точке зрения непрерывной революции, а из-за недооценки ими роли крестьянства, являющегося величайшим резервом пролетариата. Дискуссия 1924 года, видимо была в 1924 году дискуссия по этому вопросу, с одной стороны, и тщательный анализ трудов Ленина с другой стороны, показали, что ошибка русских перманентщиков, в кавычках, состояла не только в недооценке роли крестьянства, но и в недооценке сил и способностей пролетариата повести за собой крестьянство. В неверии в идею гегемонии пролетариата. Поэтому в своей брошюре «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов» я расширил эту характеристику и заменил ее другой, более полной. Вот что я сказал в этой брошюре. До сего времени отмечали обычно одну сторону теории перманентной революции – неверие в революционные возможности крестьянского движения. Теперь для справедливости эту сторону необходимо дополнить другой стороной – неверием в силы и способности пролетариата России. Это, конечно, не значит, что ленинизм стоял или стоит против идеи перманентной революции, провозглашенной Марксом в 40-х годах прошлого столетия. Наоборот, Ленин был единственным марксистом, который правильно понял и развил идею перманентной революции. Отличие Ленина от «перманентников» состоит в этом вопросе в том, что перманентники искажали идею перманентной революции Маркса, превратив ее в безжизненную книжную мудрость. Тогда как Ленин взял ее в чистом виде и сделал ее одной из основ своей теории революции. Следует помнить, что идея перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую дана Ленину еще в 1905 году. И есть одна из форм воплощения марксовой теории перманентной революции. Вот что писал на этот счет Ленин еще в 1905 году. От революции демократической мы сейчас же начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полпути, не впадая в авантюризм, не изменяя своей научной совести, не гоняясь за дешевенькой популярностью. Мы можем сказать и говорим лишь одно. Но мы всеми силами поможем всему христианству сделать революцию демократическую, чтобы тем легче было нам, партии пролетариата, перейти как можно скорее к новой и высшей задаче революции социалистической. Вот такие слова Ленина он приводит здесь в этой статье, которые были сказаны Лениным еще в 1905 году. И продолжает. А вот что пишет Ленин на эту тему спустя 16 лет, то есть после завоевания власти пролетариата, то есть уже в 1921 году, если к 1905 прибавить, 16 лет. И цитирует опять же Владимир Ильича Ленина. Каутске, Гильфердинге, Мартовы, Черновы, Хилквисты, Ланге, Макдональды, Турати и прочие герои второго с половиной марксизма. Помните, второй с половиной интернационал был создан. Так вот, и герои второго с половиной марксизма не сумели понять соотношение между буржуазно-демократической и пролетарски-социалистической революциями. Первая перерастает во вторую. Вторая мимоходом решает вопросы первой. Вторая закрепляет дело первой. Борьба и только борьба решает, насколько удается второй перерасти первую. И заключает эту третью главу таким выводом. Я подчеркиваю это к сведению тех, которые все еще продолжают утверждать, что Ленин пришел будто бы к идее перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. То есть к идее перманентной революции после империалистической войны. И эта цитата не оставляет сомнений в том, что эти люди глубоко заблуждаются. Вот такой мыслью он закончил третью главу в вопросе о перманентной революции. Конечно он тут не ссылается на конкретных деятелей перманентной революции, но они нам известны. И помните, что эта борьба продолжалась практически все 20-е, 30-е годы. Борьба с перманентщиками. Да и сейчас продолжается. Она и сейчас продолжается. И сейчас есть последователи этой перманентной. Есть целый ряд работ у Ленина, где он развинчивал этих перманентщиков. Это вот, это можно, десятка-полтора есть таких работ, где он говорит о том, как он, начиная с 1905 года, когда возникли... Ну, главный носитель этой перманентной, в кавычках, революции был Троцкий. И он все время критиковал, и до самого последнего времени критиковал этих перманентщиков. Ну вот на сегодня, я думаю, мы с вами закончим. Следующую главу, четвертую главу мы с вами запланировали на 6-е число. Она названа «Пролетарская революция и диктатура пролетариата». Это очень довольно обширная глава, где Ленин, то есть, извините, Иосиф Георгиевич Сталин очень подробно анализирует, что собой должна представлять пролетарская революция, каково ее содержание, а также, что такое диктатура пролетариата, для чего она нужна, и каково содержание этой диктатуры. То есть, очень подробно он, опять же, со ссылками на Ленина очень хорошо, интересно анализирует. Я думаю, будет нам интересно разобрать эту главу. Ну вот, что на сегодня я хотел. Я бы все-таки хотел вернуться в третьей главе. Давайте. Может, сказали, что там самое интересное и самое вкусное? Так. Первый вопрос. Вы сослались на Троцкого и Перманинский. Здесь он его не упоминает. Тут не упоминает. Были, а потом говорили, что вы упомянули его. Наскислые сразу возмутятся, скажут, что это не Троцкого идея. Ну да, не только. Да, не только. Вот он и говорит здесь. Каутские, Гельфердинги, Мартовы, Черновы и так далее. Да, целый ряд оппортунистов, которые именно в таком вопросе. Но, видите, дело в том, что как бы мелкобужуазное влияние на этих деятелей, которые тоже считали себя марксистами, оно как бы противоречило коренным интересам рабочего класса. И именно поэтому и сказывалось и неверие в пролетариат, в его способности возглавить крестьянское движение. Потому что основная масса-то была крестьянская в России. И как ни странно, что пролетариат в России значительно слабее, чем, допустим, в Германии, той же Англии, Франции и так далее. И, в общем-то, в тот период, в начале 20 века, можно было ожидать, что скорее там произойдет пролетарская революция. Видите, как исторически сложилось, что тем не менее пролетариат России оказался наиболее организованным, хотя и менее, более малочисленным, чем в этих странах передовых. Но все-таки оказался более организованным и смог установить свою диктатуру. Это очень важно. И важно, что, конечно, что партия большевиков смогла возглавить это пролетарское движение. Что смогла организовать пролетариат на установлении его диктатуры. Вот что важно. Просто возвращаясь к предыдущей главе, вопрос крестьянцев. Действительно, страна большая, 80% примерно было. То есть, о чем, собственно, работе-то говорится? Извините, у нас 80% населения не живут при социализме. Мы должны сначала революцию сделать население. Да, нет, правильно. И прости социализмом, а потом уже бороться за социализм в других странах. Все правильно. Дело в том, что построение социализма после установления диктатуры пролетариата, это процесс очень длительный. Но об этом еще и Сталин, и Ленин всегда говорил, что он займет очень много времени. Он фактически, знал, мы все 72 года после установления диктатуры пролетариата так и занимались строительством социализма. И так и не завершили этот процесс. То есть, это очень сложно. Да, да, все правильно. Но это не смотря на бодрые заявления в 60-х годах нашего Центрального комитета, что социализм построен окончательно, фактически очень далеко было до окончательного построения. Надо было еще очень много работать и, к сожалению, после отказа от диктатуры пролетариата в 60-х годах, отказа и закрепления в программе партии, а затем и конституции, общенародного государства, это привело к, видите, деградации наоборот социализма, а не к развитию его в сторону коммунизма. К деградации и кончилось тем, что, видите, наше государство вернулось на 100 с лишним лет назад в тот же капитализм. Это, конечно, печально, но что делать? Там история распорядилась. Опять же, Осип Царионовича не просто так главы выстроены. Они как раз привязкой и построены. Да, да, да. От одной мысли к другой, к развитию. Самого простого, что только ленинизм, вопрос о христианстве, о христианской диктатуре пролетариата. Да, да, потому что нужно было вот это, молодых коммунистов требовалось наставить на путь истинный, потому что делались попытки со стороны некоторых еще старых социал-демократов, в том числе, прежде всего, надо назвать, Троцкого, Синовьева, Каменева, которые пытались, ну, еще тогда, вот еще при Сталине, сдвинуть развитие партии и государства в сторону оппортунизма, а не в сторону диктатуры пролетариата. Вот что печально. Поэтому вот была очень жесткая борьба, вы помните, из истории, в чем Сталин обвиняет, что очень жестко вел борьбу. Но он вел жесткую борьбу именно за диктатуру пролетариата. Потому что без диктатуры пролетариата построение социализма и переход коммунизма невозможное. Невозможно. Есть еще вопрос? Звучайте, что-то тишина сегодня. Там, скажите, был переход от буржуазной революции к социалистической. Там какая-то категория отрицания со снятием. То есть мы берем из буржуазной революции все самое лучшее и переносим в... Ну, это так, но это не главное. Но они берут демократию или, да? Она-то сохраняется. Дело в том, что ужасно-демократическая революция, она в интересах больше крестьянства была произведена. А пролетариат-то все равно оставался при своих интересах. Диктатура-то его еще не была. Поэтому социалистическая революция – это переход к диктатуре пролетариата. А без нее, как мы уже выяснили, марксизм не мыслит в построении социалистического общества без диктатуры пролетариата. То, что, как Ленин неоднократно заявлял в своих работах, что не может быть никаких положений в обществе, кроме в развитом капитализме, в империализме, как либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата. Другого не может быть ничего, другого положения в обществе. То, наверное, надо рассказать, что мы вот народников как-то рассматривали на кружке, а, собственно, демократия в крестьянской общине, она была, собственно, и с феодализмом еще, и с средней вековью. То есть, часть демократии оставалась и переходила. То есть, мы не просто удерживаемся с удержанием демократии и социализма, мы еще и с удержанием феодализма. А там что-то не первое будет, а второе. Да, да. Ну, может быть. Ну, что, заканчиваем? Ну, тут вопросы появились, вопросы не по теме. Да, не по теме. Ну, жаль, конечно, что не по теме. А мы вообще перефоломизировали. Ну, в принципе, у него вообще вопросов особо-то и нет, потому что, как и пара, Сталин своим языком. У него очень доходчивый язык, да. Он очень простой. Да, он сам задает вопросы и сам коротко на них отвечает. Это его манера всегда была. Это снижение к личному легенинизму. Да, да, да. Ну, правильно, нужно было. Прочитал на экзаменах. Учить молодых коммунистов нужно было. Так, снижение к личному. Да. Продолжение следует...